28 подразделений производственного объединения «Старт» подали заявки на участие в конкурсе взаимных новогодних поздравлений. Цеха и отделы объединили в пары. Нам достала служба главного конструктора. Это, как говорится, самый наш первый партнер, самое такое большое подразделение. Поэтому и выбор взаимного поздравления выпал как раз на них. Но у нас все это прошло в виде совместного концерта, где участвовали и работники службы главного технолога, и работники службы главного конструктора. Итоги конкурса подвели в канун Нового года. Каждое подразделение старалось выделиться, придумать оригинальное поздравление и порадовать коллег. В некоторых цехах градообразующего предприятия особенно строгий режим секретности. Туда пускают только сотрудников. Чтобы выполнить свою праздничную миссию, их партнерам пришлось записать видео поздравления. Заводчане устраивали целые представления с играми, конкурсами, танцами и песнями, не забывая при этом о своих прямых обязанностях. Весь наш потенциал, можно сказать, был брошен на это. Ну, старались, старались. Было, конечно, непросто порой, но на самом деле было желание участвовать. Ну и, наверное, не безрезультативно, чтобы это все было. Конкурс взаимных новогодних поздравлений прошел на заводе впервые. Но у него есть все шансы стать еще одной традицией производственного объединения «Старт». Я видела, насколько светились глаза тех, кто пришел в подразделение партнеров. Как встречали люди на местах людей. Мы начинаем дружить подразделениями, начинаем действительно быть одной большой единой командой. Кроме этого, заводчане украшали свои подразделения и делали новогодние игрушки своими руками. Эта работа тоже оценивалась конкурсной комиссией. В холле службы главного технолога на штампе тоже в свечке стоит большая елка. В этом году был объявлен конкурс на символ года собаку. Наши работники тоже сделали собаку своими руками. У нас там есть выставка. Собаки вязаные или вышитые, изготовленные в лоскутной технике или из мишуры. Рисунки или даже сварные металлические конструкции. Фантазии заводчан предела просто нет. Победители, призеры и активные участники конкурсов получили подарки от первичной профсоюзной организации. Я вас поздравляю, желаю вам всего доброго, здоровья, успехов, радости, чтобы жизнь, ну пусть маленькими радостями, но всегда радовала. Ну и конечно, так же работать, так же относиться к своей нелегкой общественной работе. К празднику заводчане готовы на все сто. А это значит, что в Новый год они войдут полными новых планов и творческих идей.